Отрасль оживает, но в то же время сталкивается с новыми вызовами и острой конкуренцией. Накануне жаркого сезона в индустрии, периода зимних праздников, в Риге прошла международная конференция. Обсуждали, как удержать и чем привлечь новых зарубежных гостей. На мероприятие побывал наш корреспондент Олег Малинин. Грядет Рождество и Новый год, и этот период смело можно назвать битвой за туриста. Многие зарубежные гости, и особенно из России, зимние праздники предпочитают проводить в Прибалтике. Рига ждет конец года с оптимизмом. Два года назад эмбарго, ухудшение отношений с Россией и падение рубля сильно ударили по латвийской туристической отрасли. Сейчас ситуация исправляется. Конец 2014 года был катастрофическим, потому что упало более на 40% количество туристов. Да, за год совершенно почти не приехали встречать Новый год на рождественскую ярмарку нашу. Но ситуация улучшилась, и мы очень довольны тем, потому что количество туристов в 2016 году на втором месте. По количеству туристов, туристы возвращаются. На первом месте самое большое количество туристов в этом году приехало из Германии, второе место из России. Но как сгребить успех? Риге приходится остро конкурировать с соседями. Эти вопросы сегодня обсуждали на международной туристической конференции. В свою очередь, Первый Балтийский канал провел сравнительный анализ. Гостиничные цены на Рождество в Риге ниже, чем в Вильнюсе и Таллине. Однако специалисты указывают, мы лучшие не только по этой причине. Мы предлагаем очень хороший качественный туристический продукт за очень хорошую цену. У нас очень-очень вкусная еда, у нас очень хорошие рестораны, у нас хорошие развлечения, много разных празднований. Но этого недостаточно. Есть у Риги своя особая, так называемая, туристическая фишка, упор на которую будет сделан и в следующем году. Гастрономический туризм. В следующем году Рига и территория национального парка Гауя, Сигулда, Валмера и Цесис будут европейским гастрономическим регионом. И государства, и Рига, и регионы готовы все больше рекламировать гастрономический туризм. Ресторанная культура у нас в последние годы очень выросла. Большую помощь оказал ресторанный путеводитель White Guide Nordic. В свой список самое авторитетное гастрономическое издание северных стран включило в этом году 20 рижских ресторанов. Олег Малинин, Айнар Скрауплес, Первый Балтийский канал.